Сначала о своих родителях, коротко, о себе. Когда вы и где родились, и кто ваши были родители? Родился я в поселке Карповске Тюменцевского района. И там был, наверное, до пяти лет. Там деды жили, а потом мать. А родители жили в поселок Потеряевске Мамонтовского района он теперь. Отец инвалид войны второй группы. Без руки с фронта пришел, левой руки нет. Мать крестьянка, мать героиня, родившая, воспитавшая десять детей. В школе было у нас четыре класса, а уже в пятый пришлось идти из села Корчино. Там закончил десятилетку. Потом строительный техникум. В 56-м году поступил, в 59-м. Направили работать прорабом. Работал в строго режимном лагере. Было очень трудно. Опыта никакого нет. Сразу шесть объектов, 250 человек. Ну, надо представить. Это вы когда кончили техникум? Техникум, да. Люди как-то сегодня пытаются увильнуть от армии. А меня когда призвали в армию осенью, я проработал больше полгода, я готов был обнять военкома. Настолько я был рад. Потому что за полгода у меня ни одного выходного и каждый день две смены с заключенными. А тогда было так, 102 процента один за два считается дня. А 121 значит три дня. А он не вырабатывает. И каждый грозится. Для меня это было потрясение огромное. Ну, Господь сохранил. С детства мы знали, что есть Бог. Веру в Бога мать привела. По отцовской линии отца я его не знал. Не видел его. Его убили тоже раньше. А по матерной линии деды, отец и мать. И мы у них жили. Дед был верующий. Считал Иоанна Златоуста на славянском языке. Но у меня с детства было призвание к этому. Страх Божий. Я всегда знал, что живем мы на этой земле временно. И есть вечная жизнь. И есть грех. И поэтому я очень боялся греха. Мне вот сейчас 68 лет. Я родился в 1939 году, 10 июня. Я до сегодняшнего дня ни одного скверного слова не сказал. Меня Бог сохранил от женщин. Я знал, что это ад, это погибель. Что воровать нельзя. Ладно. Игнать Тихонович, дальше, значит, вот вы работали, да? Сколько вы там проработали и что с вами дальше случилось? Вот в армию как взяли, через полгода осенью. Я был в армии до 1962 году. Но в армии там у меня был интересный случай. Показывали фильм Виктора Юго. Это постановка Германии и Франции. Он был фильм не купированный тогда. И в конце показывает главный герой Жан Вальжан. Его Жан Габен исполнял. Он умирает. И его приемные дети говорят, как много ты страдал, Отец. А он поднимает глаза, и на весь экран показано распятие Иисуса Христа. Он говорит, вот он, великий страдалец. Это меня потрясло буквально. Я нашел эту книгу в городе, в библиотеке. Раз около семи, наверное, прочитал, с выписками. Фильм посмотрел еще. Я понял, как герой говорит, главная задача спасти не жизнь, но душу. Это то именно, о чем я и хотел. С чему жизнь посвятить. У меня как-то было такое в характере, что трудности я их не признавал. Я знал, что я живой, и в трудности можно преодолеть. В школе у нас не было иностранного языка. Ну вот при защите диплома как-то собрались студенты и разговорились. Я, кажется, войну и мир принес. Половина по-французски написана. Я говорю, почему сейчас никто не говорит на иностранном языке? А вы попробуйте, изучите. Но у нас не было в школе. Я ни одного слова не знаю. Я сразу пошел, на квартире жил, нашел школьницу немецкий язык. У нас полчетверти был, кажется. И она показала, как буквы складываются. Я и начал. Через шесть месяцев я начал разговаривать на немецком языке. Потому что в лагере была немка из Германии. Она за офицера вышла тут, проторговалась или что-то. И я брал у нее уроки и сам настойчиво изучал. И сразу занялся английским языком. Примерно за шесть месяцев я вышел уже на разговорный язык. После этого занялся французским языком. И я понял, что то, что нам власть не додавала, учители, все это мы должны теперь добирать. А не просто роптать. Проклятая там, плохая. Это уже прошлое. Я живу. У меня жизнь. Я видел, что строй этот неправильный. Я решил изучить все в мире, все политические системы, какие существуют. Что было доступно, конечно, в советское время. Поэтому, когда началась перестройка, ко мне обращались сегодня очень большие люди. Какой нам строй нужен в стране? Вот как. Хорошо. Игнатий Тихонович, вы не торопитесь. А вы скажите, вот в то время, вот. Я слышал, что вы попадали куда-то в тюрьму или что-то там. Вот это я... Это позже. Это позже? Попозже. Получилось так. В армии... Это в каком году было? Тут маленько вперед надо взять. Тюрьма это не только решетки. Это преследование. Когда ты себя чувствуешь изгоем. Когда посмотрел я этот фильм, я стал молиться. В армии молиться, но явно, что я тронулся умом. Вызывают офицера, я им разговариваю, говорю, Бог есть, надо жить для Бога. У меня ничего больше не было. Я посты соблюдал, никогда не нарушал их. И кончилось тем, что меня упекли в 330 военный госпиталь по психиатрии. И там давай исследовать, обследовать. Ну ничего у меня нет. Потом будет доказано это все. Но это было время, когда Хрущев сказал, у нас политических противников нет. У нас есть умалишенные. Как генерала Григоренко Петра тогда сразу запрятали. Я как раз в первую волну в эту попал. Я очень сильно молился, чтобы Господь меня от этого избавил. Ну и когда я уже в 1962 году поехал в Латвию, они в паспорте мне поставили такую статью, где бы я ни поступил. А я поступал, 14 человек конкурс был в мореходном училище. Я победил его. Попадает документ в руки, меня оттуда выкидывает. Как неблагонадежно. Это хитро все было сделано. Конечно, мне было очень обидно, но теперь, уже на закате жизни, я понимаю, это мой Бог сделал. Так надо было. Там я поступил в мореходное училище, работая на корабле. Добился разрешения сдать три курса, за один год закончить училище. Все предметы на английском, на немецком или на французском. То есть у меня перспектива была. И в этот момент я встретил людей, неправославных, которые имели Евангелие, Библию. Они называются во всех Б, у баптистов, ошедшие как пятидесятники. И меня Бог поймал именно на этом. Вторая глава Деяния апостолов говорит о том, что апостолы в день Пятидесятницы, Троицы, заговорили на разных языках. Как так? Сразу? Я понимаю. Вот в Латвию я приехал, я у них по-латышски научился за полтора месяца разговаривать. Ну, просто Бог мне это давал. Так меня латыши, говорят, они такие ненавистники, русских ненавида, они мне готовы было на руках носить. Я понял, эти люди трудолюбивые, хорошие. И я русских стал упрекать. Живете 20 лет, и слова не выучили. Как можно так не уважать людей, жить в той стране? Ну, понимаете, я нестандартно подходил ко всему этому. И когда меня вызвали, я уверовал, а до этого была характеристика, с корабля, прекрасно. Я член судового комитета, я не пьянствую, самообразованием занимаюсь. Ну, хоть, говорится, в министерство меня бери. Как уверовал, мне дали характеристику, с которой в тюрьму не примут. Я не пользуюсь авторитетом, я блуждаю по темному болоту религиозному. И так, мы забрасываем на тебя крючок. Потому что корабль, это территория страны. А вы в другую страну поедете, вас туда не выпустят, будете только в техническом флоте. И я оттуда ушел. Меня отпустили, думая, что я в Одесское мореходное училище перехожу. Я уверовал. А вот теперь, когда я уже открыто стал сразу свидетельствовать о Боге, начались мои мытарства. Я вернулся в Барнаул. Это в каком году? Это в Барнаул я приехал уже в 66-м году. Уже 4 года прошло, у меня уже опыт был. Но вот тут жизнь моя резко изменилась. Мне уже нигде не давали работать на стройке. Мне пришлось узкую специальность иметь, печник. Она денежная, нужна. Потом меня из состройки полностью уволили. И я свободные 3 дня устойчивался сторожем, контора снабжения алтайских хлебопродуктов. А 3 дня на велосипеде езжу, где глина, лежит песок. Вам нужно печь? Нужно. Одному делаю хорошо, двое рядом стоят. Обо мне пошла молва по Барнаулу, по окрестности. Я, во-первых, специалист. Потом делаю честно. Он придет недели полторы сидит с печью. А я в день 2 печи выкладывал. Это понятно. Если я за месяц получал 72 рубля сторожем, а за день получал больше 100 рублей, как это было мне выгодно? Но у нас есть такой закон. Десятину нужно отделять со 100 рублей 10 рублей на дело Божие. Я поставил себе всегда отдавать 9. То есть 90 рублей со 100. Я одно время тогда себе заметил, у меня на питание уходило 9,80, 11 рублей. Не больше. Ну, силу Бог давал. Я много спортом когда-то занимался. Еще в техникуме, боксом и стрельбой. Я с детских лет от отца слышал, какую беду делали коммунисты. Как раскулачили. Я решил быть мстителем, террористом. И я все время к этому готовился. И думал о том, как я буду убивать, и чтобы мне не попасть. Я услышал, какой-нибудь вампир, коммунист, я его все равно убью. А Господь меня нашел и повернул на другое. Теперь тебя будут убивать, Господь говорит. А не ты. И ты за врагов будешь молиться. Если бы не Бог, что Христос умер за меня в воскресенье, я бы сгнил давно. Меня не было. Но так я и жил. А в 80-м году Олимпиада, указ пришел подобрать всех несогласных. И меня арестовали. Это первый раз было. А у меня представление было очень наивное. Я думал, все живут честно. Меня посадили, следователь разберется. А я суббота, я переживаю, как он там спит-то теперь, следователь. Он обо мне заботится. А он говорит, он взял девку, укатил на пляж, он обо мне и не помнит. И таких-то у него много. Потом с этим человеком мы беседовали. Он принял крещение, этот следователь. Печегов Виталий Николаевич, следователь краевой прокуратуры. Дальше Господь так поставил путь, что я проповедовал. И ко мне располагался начальник тюрьмы. Полковник Соломин Александр Семенович. Он умер по-христиански. После моего освобождения он ушел на пенсию. Мы еще встречались. Мне Господь так давал. КГБ, которое меня арестовало, я по санкции МГБ шел. От них указание местному КГБ. Потому что мои там пленки попали. Я на пленки все начитывал, святые труды. Вот. И потом с ними у меня хорошая связь. Сейчас все время перезваниваемся. У меня ни одного врага нигде нет. А которые враждовали. Я вернулся. Они уже умерли. Покурор умер. Судья. Он теперь в арбитражном. Он приехал. Мои книги купил. Макаров Владимир Александрович. И я благодарю Бога. Когда меня в Америке был я, и спросили, как вам мешало КГБ. КГБ, это НКВД, это смерть. Я отвечал так, как было. Во-первых, со мной обращались они без унижения. Дальше. Когда я был в лагере смерти, там убивали. Прям на глазах убивали. Ко мне пальцем не прикасались. Там местный из Жамбула приехал майор КГБ и сказал меня не трогать. Вот я это сказал. Они меня сделали известным на весь мир. Обо мне молились и в Америке, и за границей, и во Франции. Весь суд напечатали. В ООН оттуда поступало, а обо мне ходатайство. Но кончилось, когда первый раз Олимпиады меня выпустили. Я пробыл, кажется, 4,5 месяца. За это время они меня отправили в Новокузнецкую. Там у них экспертиза идет. Или она у них через Кемерово. Новокузнец-Кемерово. Психиатрический экспертиз. Ну, там пробыл, дали. Нормально, судить. И все. Но там было тоже чудо. Господь всех так расположил, что сколько работают работники, такого, говорит, никогда не было. Я уезжал, так врачи собрали вот эти два полных мешка мне продуктов, галет, посуду. Они говорят, мы сколько работаем, никого так не провожали. Даже на пенсию, говорит, никого так не провожали. Почему? Подъем всегда в 6 часов. Я поставил правило вставать только в 4. Днем никогда в тюрьме не ложился. Даже заключенные, охранники говорили, мы такого и не видали. Я себе такую поставил, установку такую. Я пришел исправиться. Мне сильно помогло. В 86-м году, 9 января меня арестовали, второй раз. Что я издал Солженица на архипелаг ГУЛАГ. И написал послесловие на его 4-ю, 7-ю книгу. Он говорит, пришел в тюрьму, порог переступил, и скажи, я пришел умереть. Тогда с тобой ничего не сделают. Я так и сказал. Перекрестился и говорю, мой Бог привел меня умереть. И они со мной ничего не могут сделать. Что бы ни сказали, да это ниже смерти. Что ты мне с чем? Смертью пугать? А я уже умер, меня нет. И поэтому ко мне и отношение заключенных было такое. Это нельзя высказать. Я ни на кого не смотрел. Зайду в камеру, всегда перекрещусь. Мир вам! Камера замерла. А камера бывает там человек под 40. Сразу подходит главный, называет пахан. Ах, какая статья, откуда? Ну я все расскажу. Так, где бы вы хотели? Я говорю, где табака меньше курит. Он подойдет, шконки две, это кровати. Сразу освободил, вот отец, твое место. И ни один не сядет здесь больше. Я никогда, нигде не мельтешился. Ни один человек меня как раз на горшке не видал. Я встаю рано, привел порядок, два часа молюсь. А уже с восьми камеру открывали. Охранники с трех этажей собираются. Я проповедовал для камеры, и охранники слушали. Ко мне отношение было, как к ангелу. Это Бог так делал. Я это все описано в книге. Для слова Божия нет уз. Подробно. И поэтому, вот я вернулся. Кое-что уничтожили. Я издал фонотеку, это насчитал Библию. Иоанна Златоуса 12 томов. Каждый том почти по тысяче страниц. 12 томов Жития Святых. 5 томов Добротолюбия. Общая продолжительность фонотеки 2500 часов. Это понятно. Считается, что это самая крупная в мире духовная фонотека. Есть подозрение, что она в Конгрессе США находится. Потому что такие сокровища, они на дороге не валяются. Ну, что-то уничтожили. Но что теперь? Когда я был реабилитирован, я стал требовать, чтобы мне вернули у меня похищенное. А ничего нет. У меня взяли 15 магнитофонов. Студия настоящая. Самая современная. И вот он стоит, магнитофон. Маяк 205. Две статьи. Одна по гражданскому кодексу. Занятие запрещенным промыслом. А вторая распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй Советского Союза. Статья не тяжелая была. Но она под конфискацию гнала. Но у меня конфискации не было. А только пленки и книги. Потом говорили две вот такие, говорит, огромные кучи. Крайовой прокуратуре сжигали. Мне хвалились. Но у них был, тогда он подполковник, был Красноперов. Когда я стал судиться, он говорит, я им сказал, подлецы, вы будете отвечать. Это сокровище. Уникальнейшая фонотека. Вы ее сжигаете. Но у меня есть подозрение, что сожгли не все. Не верю, аж такие у нас варвары. Потому что было до 10 копий. Сейчас, конечно, в КГБ осело. Сейчас там отправили в Москву. Ну, что-то уничтожили. Больше всего жалко мне было письма. Моих дядьев по матери. Материно-Родные братья. Все они были артиллеристами. Погибли на фронте. Последние предсмертные перед боем письма. Какая нужда была-то сжигать. Они все переплетены. У меня 72 тома. По 600 страниц писем только было. Ну, любая библиотека возьмет. С какими людьми я переписывался. Я брал интервью. Много записывал тайно. Я вот сейчас как раз это слушаю. Люди очень известны. Такие как Александр Мень. Но это открыто записано. Как Дмитрий Дудко. Глеб Якунин вернулся в заключение. Ну, а эти записи в нескольких экземплярах. Что-то в земле закопано. Я все прятал. И поэтому часть сохранилась. Потом я вел три радиопрограммы. И эту передачу пропустили. Сейчас готовятся к изданию. Ну, вот так вот. За это время. За последние 6 лет. Скоро будет. Начиная с 21 октября первого года. Мне показали, как включать компьютер. Но я работал на машинке. И у меня ровно за 5 лет вышло 25 книг. Вот сейчас 26 вышло. Открытым оком. Вот. Это 18 томов. Каждая книга 752 страницы. В книге 64 страницы светных фотографий. Я отвечаю на основании Слова Божия на вопросы. Так как я веду занятия в университете. Игнатий Тихонович, вот вы расскажите случай про Потеряевку. Потеряевка возникла, когда приехал туда Потеряев. Это мы узнали в биографии. В 1818 году. А в 1972, 1972 она исчезла. Это было укропнение сел. Таких сел 360 с лишним теперь насчитывается. А там мне Позняков, зам Сурикова, данные выдал такие. Ну, сейчас, видимо, больше. И до 1991 года, 20 лет, там был пустырь и крапива. Каждый год, как только деревня исчезла, я приезжал туда с лагерем. Набирали детей, верующих. Приезжали с Грузии, там с Украины, ну с разных сторон. И мы там отдыхали лето. Вот так образован был наш детский лагерь. А в 1991 году мой родной брат, священник, протеерий отец Аким, приехал 21 мая, с собой привез курочек, поставил палатку, на следующий день купил корову. Потом там Виталий Устинов еще приехал. И вот так начали. Добили статуса за подписью Сурикова. И вот уже нынче, 20 мая, мы справляем 16-летие Потеряевки. Это новое село, восстановлен статус, нанесено на карту. 16 домов, школа, школа до 8 класса. Представьте, на 15 домов, когда меньше 200 учеников, школа закрывает. Нужно сказать доброе слово администрации, которая главную артерию нам не перерезала школа. Как закрывались села, это главная школа. И здесь, по-моему, учебные, как называют здесь, управление по образованию, вот тоже хорошие люди и в районе, посодействовали тому, чтобы школа наша была не закрыта. И у нас 5 учителей. Это единственное, что получаем оклад учителей. А остальное все, школу, ремонт, все делаем своими руками. Нам ни рубля не дали, мы старались лишь парты, все сами сделать. Понятно, что во времена, когда началась перестройка, думать о том, как строится. Да нам говорят, приехал, тогда был Куфаев, он первый зам Сурикова, а он был когда-то первый секретарь райкома партии Мамонтовского. Он приехал в Потеряевку и говорит, у вас ничего не будет. Ничего нет, ни дорог, ни электричества. Один дом из Самана, глину, месили, у нас ничего нет. Я вам помочь не могу, мы попросили его, Александр Алексеевич, только одно просим, не мешайте нам. Он говорит, это я вам обещаю, он хороший человек. И это обещание он сдержал, когда стал уже в крае работать. Ну, мы вот так помаленьку начали дома строить. Конечно, живут от животноводства. Получили 300 примерно гектар земли, трактор. Обман ужасный с нами совершали. Представьте себе, что берем трактор с завода, собираем урожай, урожай принимают, там 80-90 тонн. Деньги не отдают, мы завтра, послезавтра отдаем. До весны надержали, а теперь заплатите за то, что вам хранили. Он нам не нужен. Мы не просили деньги, сделайте перерасчет только наш. Все, махнули рукой, не урожай, ничего нет, трактор у нас. Да благодаря тому, что коровы есть, доят, и каждую неделю привозят сюда, продают сливки, и этим вот только и живут. У нас это невозможно жить. Поэтому, когда к нам приезжают люди были с Америки, с Аргентины, с Греции, с Германии, они всегда спрашивают, а почему у вас в России-то последовать или нет? А это невозможно. В первую очередь, должен быть стержень. Это вера православная наша, как говорят, исконная. Брат священник. Мы сразу составили устав, что у нас может поселиться человек. Заявление пишет, кто соответствует пяти качествам, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы первый разговор с ним ведем. А как вы узнаете, что он... Ну, он обещает, он говорит, ну, узнаем. Он прямо пишет, что если я нарушаю, я выйду отсюда. У нас такие были. Он нарушает это, смотришь, начал выпивать. Собирается и уехал. Ну, как? Больше никак. Были такие, которые сопротивлялись выезжать. Общим собранием решили. У нас есть рычаги. В первую очередь, мы с ним не сообщаемся. Он пьяный, приезжает сегодня, завтра. Он разрушает устав деревни. Зачем тебе нужна наша деревня, когда рядом пьянь? В Кадниково поезжай. Там 504 двора, в первый класс один ребенок идет. А у нас пятеро, 15 дворов. Ну, что тут непонятно. Там по семь ребятишек, ни одного больного нет. Что не жить-то? Вот у меня племянник, он служил в путинском полку президентском. У нас ребята-то все, они зачатые без пьянки. Живут без пьянки. Ни одного развода нет. Никаких противозащаточных. Ну, что нам, государство, такие люди не нужны? Вот с этой позиции тоже зайти, что Потеряевка, как его называют, это искорка возрождающейся России. Там больше шума пока. Но у нас сняли фильмы, он работает режиссер, это сейчас краевая администрация, Кузнецов Владимир Сергеевич. Это красноярский филеал от Свердловской киностудии. И фильм «Причувствие» занял первое место на международном киноконкурсе. А второй фильм «Златоуст из Потеряевки», о моей биографии, занял первое место в России среди документальных фильмов. Но это на дороге тоже не валяется. Понятно, что люди понимают, когда первый раз голосовали о предании «Потеряевки статуса», хотя они на районном уровне сначала должны решить. Все против. Батюшка ездил в Москву, в Белом доме, еще до сожжения это было. А потом проходит год, полгода, уже голосуют все за молитву, мы молимся. А тут у нас знакомый был Шуба, он Корчинский, Николай Михайлович. А у него в помощниках вактор Николай Николаевич Потеряевский. Человек глубоких знаний, четыре высших образования. Он приехал в Корчину везде, там все им рассказал. И у нас вначале было бульдозерами раздаем, сметем вашу Потеряевку. Они думали, так, Потеряевка сейчас начнет оттягивать средства какие-то, и мы тут заглохнем, а у нас ничего нигде нет. И шла борьба за землю. Они нам дали один гектар строить из... Три дома построились, они говорят, один дом это уже на Корчинской территории, а Корчинская за 15 километров. Мы ничего не можем сделать. Леса вырубают рядом, выжигают. Ну, бог милует, тут 16 лет. У нас невозможно ничего сделать. Это плоды безбожия 70 с лишним лет. Да в любом месте в Библии почитай, когда человек покидал родину по какой-то нужде, а потом возвращался, его встречали радостными кликами, наимень вернулась. А у нас так, вы домой, да кому вы тут нужны? Вы тут коноплю разведете наркоту? Верующие, мы наркоту. Даже разговаривать-то не о чем-то. У нас никто не курит. Я больше 30 лет мяса в рот не беру, ни чай, ни копья, ни какао не пью. Какая наркота? Ну, сказать что-то надо. Поэтому, видите как, мы в окружении, можно сказать, вражеском живем. Но, бог так усмиряет, потому что в окрестных деревнях жители бывшие Потеряевские, и там наши родственники, все это как-то сглаживает. Вот сейчас с нами фермерское хозяйство со старостой ведет, Сиськоп Алексей, а он войкрестник, а он был главный агроном Корчино, у него там десятки тысяч гектаров было, он специалист крупный, а он опять с нами, и он за нас. И вот так Господь как-то все приглаживал, и мы остались целы. Конечно, очень опасно было. Первый год особенно страшно. Ну, а сейчас думаем, нормальная обстановка. От властей нам никакого притеснения нет. На празднование приезжает скрывая администрация, всегда глава администрации района, милиция, у нас никаких вызовов нету. Отношение хорошее, много корреспондентов. На меня в 2000 году большие нападки были, даже в 99-м, от коммунистов, тогда Петренко был такой. За лето на лагерь 15 краевых комиссий. Задача была поставлена уничтожить лагерь, а меня посадить. Два уголовных дела на меня возвели. Но, благодарение Богу, прокурор края Юрий Федорович Пороскун нам очень близкий был за нас. И они ничего не могли делать. И председатель краевого суда Пашков Виктор Иванович. Ну, давно знаком. Это все как-то Господь делал так. И они ничего не могли сделать. То есть, недоказуемо, ничего нет. Вообще ничего нету. Это все отображено теперь в книгах. Это и хорошо теперь, думаем, что было. Они дали большой материал. Люди еще увидели их звериный лик, этих коммунистов какие. Я занимаюсь чужими детьми. Начальник лагеря. 35-й год. Ни рубля мне не дало государство. Наши люди известны. Вот уезжают отсюда в Грецию. И она отличница в школе уже греческий язык изучила. Девчонка в третьем классе. К нам приезжает директор Кестовского института из Лондона. Она из интернета узнала. Она побыла, говорит, как о Соломоне, старец Ассаловском. Нам, говорит, и половину не рассказали о вас. Она увидела, что русские люди это не только одна пьяни-варьё. Здесь стараются дать. Это другое совсем. А у нас была задача оклеветать. Это ГТРК. Запустили фильмы. Я попросил изменения. Подали в суд. Все три процесса я выиграл. Они мне заплатили, дали опровержение. И всё. Видите как? Опять же Бог. Как бы не Господь, мне бы судей не дали. Судьи очень неправильно судят. Но в моём деле всё высудили как надо. Это Бог так делает. Ну а потом я когда вернулся, подал в суд вернуть мне. А мне не вернули. 11 лет шёл процесс. 11 лет. И тогда уже собрались. Когда я выиграл, там 56 миллионов теми деньгами. А ответчиком была администрация Железнодорожного района. Тогда был председателем, или как называют, сейчас вице-мэром у Колганова Петров. Вот. Юрий Михайлович. Но они это, что у меня изъяли, ограбили-то, как-то с городской администрации. Поэтому у меня ответчика было два. Изымало КГБ, но оно в стороне. Это как-то всё сделано. Ну и когда я выиграл тогда, я пошёл, а у них денег нет. А судебный пристав говорит, я арестовываю счета городской администрации, вы ни одному учителю не дадите деньги, пока не рассчитаете с Лапкиным. Меня вызывают. А вы не хотели бы вроде чем-то получить? Я говорю, хотел бы, нам молиться негде. Мы зарегистрировали общину от Зурской зарубежной церкви, крестовозвиженскую. Ну я пришёл к Юрию Петровичу, Михайловичу, к Петрову. А он говорит, а какое помещение хотели бы? Ну я так подумал, на 100 человек. Он говорит, как с моей прихожей. Я говорю, да. А сам думаю, ну хватил. А там у него, наверное, 120 квадратов будет. А Господь так и сделал. Большую роль, очень большую сыграл общинников Владимир Петрович, советник Баварина. Он ему всё рассказал. Мы с ним раньше знакомы были. А он Владимиру Николаевичу Баварину рассказал, документы подал. А Баварин на Параскуна и на них тогда вышел. А тогда был по имуществу Слуцкий. И они тогда объединились и меня вызвали и послали посмотреть Ползунова 6, вот где мы сейчас находимся. Я посмотрел. Я говорю, это второй домик тоже? Да, я рад, не знаю как. А прямо напротив музея истории и искусства, где меня судили, был краевой суд. А второй вариант, как бы альтернативный. Дали магазин, сгоревший напротив тюрьмы. Но я посмеялся, говорю, тюрьма это уже решётка, а суд-то ещё неопределённо. Мне нужно было, что я говорю, дайте такое место, где сухо и недалеко от остановки, чтобы бабушки могли приходить. И приехал Баварин Владимир Николаевич, Слуцкий, все это мы тут сфотографировали, у нас Волобоев Александр Павлович. Это всё газета Алтайская правда напечатала. Лапкин предпочёл храм недвижимости. И вот мы здесь уже с 97-го года, считай 10 лет. Мы очень благодарны. Это здание освода было, пораньше рыбкомбинат. Ну, довольны. Хотя тут, ну чему радость? Мне заплатили одну двухсотую часть, что у меня изъято было. Двухсотую. Из двухсот рублей один рубль отдали. Но вот это вылилось в то, что мы сейчас видим. Я благодарен Богу за то, что на моём пути Господь давал таких добрых людей. Поэтому в лагере мне помогал Хромов, директор генеральный, Анатолий Петрович. Горшков Вячеслав Григорьевич, он сейчас в Институте экономики права работает. Ну, таких людей. Лётное училище мне сильно помогло, когда размонтировали. Старые бушлаты всё давали, мы постирали. Там генерал-полковник Пьянков, вот Борис Евгеньевич, он мне знаком был. Ну, а ты ничего не сделаешь. Я буквально окружён вот этими добрыми людьми. Везде. Был тогда в Алтайской правде Виктор Иосифович Титов, филитонист такой. И он был в суде с первого по последний день. И он написал статью «Златоуст, второе строительное, златоуст в кавычках». Но когда я был в тюрьме, получил статью, я её счёл клеветической. Ему написал. Но когда я вернулся, и пришёл тогда был майор Юрий Алексеевич, и я ему говорю, так и так. Он говорит, а кто бы написать мог? Я говорю, Титов. Он всё знает. И вы ему доверяете? Я говорю, доверяю. Я пригласил жену его, дочку к нам потеряевку. И он ко мне на дом, на работу пришёл, и он написал под таким же заголовком статью. Он говорит, почему я пишу «Златоуст» без кавычек. Его жена, говорит, мне сказала, придётся, рано или поздно вам каяться. Пришло время. То есть мы как бы враги были, а тут сделались самые близкие люди. Вот так Господь в моей жизни такие чудеса являл. Вот, Игнатий Тихонович, вот вы так говорите, что коммунисты – это враги для вас, да? Кто? Коммунисты. Понимаете, они не мои враги, они свои враги. А так как я нахожусь по другую сторону баррикад, как говорят, то ясно дело, они враги сами себе. Что такое коммунист? Это слово очень хорошее. Коммун означает «общее». Но разве это плохо, когда у нас общая цель, мы идём? Люди пугают слово «фашизм». Фашизм – хорошее слово, это национал-фашизм плохое. Фашизм означает «фашио», «связка». Это тоже общее, это одно и то же слово с коммунизмом. А вот национал-коммунизм, национал-фашизм – это смертельно для людей. Это уничтожение национальной культуры, религии, личности, свободы. И коммунизм принёс беды тысячи крат больше, чем фашизм. Фашизм своих не уничтожал. А эти своих 110 миллионов угробили. Вот в чём дело. Они не давали проявлений живой мысли. Ну, это тоталитарный режим. Но я виню, если имею на это право, не коммунисты виноваты. Виновата православная церковь, которая была господствующей и не занималась народом. Я постоянно учился и находил, кто виновен в этом. Я расследовал. Есть такая у меня тема – масонство, протоколы сионских мудрецов. Я 14 лет ей отдал. 14 лет исследовал все мировые системы и пришёл к твердейшему убеждению. Виновны во всём не просто православные, а монахи. Монахи. Потому что Иисус Христос говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Люди будут преображаться во свете Евангелия. Ну, это и понятно. Христос говорит, вышел, сеятель, сеятель – это семя. А монахи в 4 веке возникнут. А они поставили установку молчать. Самых крупных деятелей, верующих, в монастыре за стены, они там их гробили, и они уходили в песок, не давая потомства. 6 столетий прошло, в 632 году родится Магомед. За 6 столетий к этим таурегам, к пастухам не послали ни одного проповедника Кирилла или Мефодия. Это ужас какой-то. Как сейчас пишет об этом дьякон Андрей Кураев. Он там был, говорит, одни развалины, где были Вселенские соборы. Это наказание нам за то, что мы не проповедовали. Он у меня приезжал, книги покупал. Я сильно подозреваю, что он эту мысль, говорится, развивает дальше. Он профессор, другой уровень развития. У него более богатый словарный запас, но он не прямо по Евангелию. У нас в этом нет сходства. И я говорю, что если бы проповедовали, вовремя отдали землю, жили по-братски, церковь не грабила народ за все брать. Да проповедовали, потому что 50 тысяч было храмов. Да по 10 человек смещенников. Да где они были-то тогда, люди-то православные. 1275 монастырей. Ну в монастыре даже если было 10 человек в каждом. Ну не 10, там по 100, по 400 было. Да если бы они как народовольцы, как Добролюбов Чернышевский шли в мир, да откуда бы революционеры-то были-то? А так и понятно, такая несправедливость была. Царь-то он никакой. Его сейчас канонизируют. Он не царь, а бедный, жалкий царишка. Он царем канонизирован стал за мучение, которое претерпел. А как царь, какой он царь-то? Да Петр первый раз и допустил бы такую беду. Да он бы их вздернул и все на этом кончилось. Почему с Пугачевщиной сумела расправить Екатерина? По-другому нельзя было. Но это не по-христиански. Изучая мировые системы, я пришел. Самая правильная, самая лучшая система правления это фашизм. Национал-фашизм. Но при одном условии, что Бога нет. А если Бога нет, то Гитлер дьявол. Из преисподней он вышел. А я верю, что Бог есть. А раз Бог есть, я теперь рассматриваю только с евангельской стороны. Раз с евангельской стороны, значит, я во всем должен видеть вину свою собственную. Вот если бы проповедовали сегодня священники, вот эти сектанты на Руси не появились бы, разная новая жизнь. Этого бы во сне даже не было. Зачем? К нам приедет сектант, у нас на русском языке. Евангелие на первом месте, преподавание ведем, с детьми занимаемся. В тюрьме мы 15 лет сотрудничаем. Сектанты что не скажут, занимаются. У нас на много ступеней выше мы это идем-то. У нас приходили сектанты, они обращались и делались с православными священниками. Это ни один, ни два. Мне один раз пришлось среди сектантов выступать, они готовились к крещению. Человек 12 сразу пришли в православие. Они почти все. Один околопатриарха сегодня работает. Ко мне заехал еврей, Борщуков, Новым Израилевич. Он у меня обратился, стал православным священником. Почему? Живое слово Евангелия достигло людей. И поэтому я не коммунистов виню. Коммунисты достойны многих слез. Они сами пошли в эту мясорубку. Все подряд, возьми Ягода, Ежов, Щелоков, Берия, они все сами руководители. А их-то там, когда перечисляют, их там тысячи пошло. Так должно было быть. А выход был только один. Вот выход один. На колени мы виноваты. Мусульманство не возникло бы. Если бы проповедовали Евангелие, то Магомед был бы одним из пророков православной церкви. Это люди очень отзывчивые, добрые, трудолюбивые. Как могли упустить? Византия с ними встретилась на полях сражений только. А брали шесть столетий налоги с них. Да какая же это вера? Потому что мы, христиане, миру не показали лик Христа. Это инквизиция, гонение на старообрядцев. Россию рассекли буквально пополам. Жить надо по Евангелию. И я поставил себе цель людей не вести к себе. Мы никогда ни одному человеку не говорим. И я запрещаю. Идите к нам, у нас хорошо. Мы карикатура. Я единственное, что всем говорю. Люди, познайте Бога. Но если вы познаете Бога, вы обязательно будете православными. Потому что православие это полнота, чистота, целомудрие, красота во всей полноте. Но православие не это искаженное, которое видим. Только одно свечи, торговля, крещение, все за деньги. Крещение неправильно делается. Для крещения надо человека научить. Трое кратное полное погружение, чтобы было бесплатно. Мы так и делаем. Вот как крещение 3-5 лет готовим. 500 часов примерно обучения. 500 часов. А потом в озере. Вот нынче 8 июля у нас будет крещение. И это все бесплатно. Вот так. А где вы крещение проводите? Потеряевки. Потеряевки. Это все из Барнаула, допустим, едут туда. Отовсюду. Нынче даже из Киргизии приехали из Казахстана. Люди, которые готовятся уже. Правильное крещение. Каждому человеку, кто готовится, даем двух поручителей. Ну как в партии был кандидатский стаж называли. Так партия-то от нас взяла. Говорят, вот были пионерские лагеря. Это скаутские лагеря. Цесаревич Алеша, он уже в скаутском лагере был. Это скаутские лагеря это и есть. Это все оттуда они взяли. Эти коммунисты, они правильно делали. Что смотрели, где что есть хорошее. Исследуя вот всю историю церкви, я пришел к абсолютно твердому убеждению. Нам православным хвалиться не о чем. Нам надо молиться, каяться, плакать лбом в землю до праха. И просить прощения у всех. Вот сейчас спрашивают вопрос, а как в Чечне замирение? Как Солженицын говорил, вот только так. Нам гениальнейшие люди даны в 20-м столетии. Спрашивают, кто Солженицын и Горбачев? Ну, Солженицын надвое. А Горбачева-то, говорит, вы что нашли? Как он умел заговорить? 18 миллионов вместе собранных коммунистов, бандитов обманул, последнего по спине похлопал и ват столкнул. Как генерал Вареников говорит, за 2000 лет такого иуды не было. Нас всех, говорит, обманул-то. Он великий, как деятель зла в этом смысле. Но это тоже великий, как Гитлер. И он сумел эту махину, империю лжи, империю зла развалить. Спрашивают, а вы этому радуетесь, не радуетесь? Не радуюсь. Я скорблю об этом. Как тогда было хорошо поехать? Я все время в Прибалтике мог свидетельствовать. Мне это печаль, что развалилось все. Я за то, чтобы люди жили в братстве. В любви. В любви Христовой. Я вот беседовал с мусульманами. У них там был, где люди-то какие они хорошие. И они говорят, горе нам, если нас будет судить сын Марии. Они Евангелие не знают. Им живого Христа никто не показал. Они по своему Корану знают. Вот у меня вышел 18-й том. Я полностью разбираю Коран. Пайсура моя ята. И все уже, ой-ой-ой, они убьют? Не убьют. Я говорю правду, во-первых, и они это понимают. Я среди мусульман в лагере был. И меня мусульмане спасали там. Когда на меня не все благополучно было. Притом руководящие органы. Я говорю конкретно. А в моей жизни сколько хороших коммунистов встречалось. Но они занимали неглавенствующую роль. Они понимали, сочувствовали. Говорят, руку жали, но боялись. А сегодня говорят, мы вышли из партии. Я говорю, тебе надо покаяться, что ты принадлежал к этой банде кровопийцев. Это людоеды были. Когда у меня суд был, они мне предлагали мировую. 32 миллиона и мирно расходимся. Я говорю, нет. Я с вас ни рубля не возьму, если вы сейчас напишите. Мы, коммунистическая партия Советского Союза, обманом захватившая власть путем переворота в России, 70 лет уничтожали русский народ. И поставьте печать Крайкома. И я отойду от вас. Когда я выиграл суд, они мне говорят, ну вы просили справку, мы можем дать, а партии нет. Я говорю, а теперь она не имеет никакого смысла. Теперь вы дайте мне что-нибудь. Когда по уголовной статье мне вырешили, кажется, 2 миллиона 200 тысяч, я на них накупил Евангелие для тюрьмы. А на это что дали? Вот здесь я ничем не воспользовался. У меня здесь люди посторонние. Ну они теперь, братья и сестры, живут. Я ни с одного человека за квартиру никогда в жизни не брал. Это не моя жизнь. И вот я чем занимаюсь сейчас, я считаю, что меня Господь на это призвал. Когда началась перестройка, вот сколько институтов, я во всех вел занятия. Во всех техникум, школ 20, наверное, во всех отделах милиции, городском краевом УВД. Это моя стихия, я в ней живу. Меня не надо к этому побуждать. Я чувствую внутри веяние Духа Святого, что мы все братья. Бог нас призвал к высшему. Это жизнь только подготовка к будущей жизни. Если бы вот сейчас коммунисты собрались, пожелали бы выслушать, я бы сказал, давайте преклоним колени и помолимся. Зачем это ожесточение? Последние минуты жизни живем на земле. Мир может завтра закончить существование. С чем мы предстанем? А там вечность, конца края не будет. И будет страшный Божий суд. Я верю в это абсолютно. Игнатий Тихонович, я хочу еще спросить отношения в отношении Иосифа Виссарионовича Сталина. Очень много толкуют о нем. Несчастный человек. Я его личностью занимался и начинает решать. Он шизопренник, он делал вот так-то, он делал там неправильно. Это очень упрощенная схема. Это бич Божий был. Как Атилла говорил, я бич Божий. Он сам себя называл. Аларих, когда пришел. И ничего нельзя было сделать. Вы знаете, когда Тамерлан подошел к Ельцу, все храмы были открыты, как на Пасху. Россия напоминала человека, который над пропастью склонил голову. Сопротивляться было совершенно бесполезно. Он захватил Багдад, Индию. Весь мир лег к его ногам. И он говорил, что я пришел наказать мир от Бога. И тогда стали молиться. И как говорит предание, он ночью в шатре увидел явление Божьей Матери. Она ему погрозила и сказала, поворачивая назад. И какие-то старцы стояли. А ханы, окружавшие шатер, слышали, как он ночью метался и кричал. И утром, встав, он дал приказ снимать стан и пошел на юг. Из вечного астраханского хана разгромил и сам умер и ушел в песок. Вот как Бог сделал это. А в истории этот факт старается замазать, как будто не было. Сталин, он нужен был. Но это страшный человек. Это вампир. Это демон. Такие, как Иван Грозный, как Петр Первый, как Нерон, как Калигула был. По-другому нельзя на него смотреть. И когда сегодня говорят коммунисты, ему надо памятник. Может быть и надо. Для того, чтобы люди не забывали, что земля может породить такую гадину. Такого зверя. А не потому, что он был хороший. Как хороший, когда в этой войне не было войны-то. Более позорной войны не было, как Солженицын говорит. По шесть солдат платили за одного немца. До самой Москвы доперли. Да какой же он стратег-то, когда до этого допустил. Вот сейчас, вчера мы читали. Буранова. 400 человек на площадь вывели, расстреляли. До 400 защитников. Они бы там на границе его встретили. Уже бы войны не было. Но Сталин не родился бы, если бы жили достойно и жили с покаянием. При Ленине не покаялись. Церковь пошла в услужение власти. Господь рождает Сталина. Сталина нет, Хрущев будет. И нас будут добивать и добивать. Идет разложение, уничтожение нации. Я думаю, оно заканчивается уже. Смотрите, сейчас пришла последняя газета, Алтайская правда, надгробные памятники. Кресты, вандалы. 150 могил осквернили за одну, это в разных, волчиха. Считаешь, другой район, в другом конце Алтайского края, это по всей России. Что это означает? Если бы это было среди сарматов, сарматы вырезали бы всех до одного. Они не сражались с превосходящими силами противника. И когда тот спросил, почему не сражаетесь, он говорит, а нам не за что сражаться. Шатры сняли жены с нами, но вы тронете наши святыни, и вы узнаете острие наших мечей. Какие же ваши святыни? Они говорят, могилы наших предков. А зачем мне? За могилой предков мы все ляжем рядом, а у нас этого не понимают. Спроси, зачем ты осквернял? Он не осквернил, он осквернил свою душу. Ну, крест сломал, ну, даже вытянул из могилы труп. Душа-то на небе или в аду находится. Это все неправильно понимается. Это порождение ваше. Вы, старшее поколение, не привели людей к Богу. Я-то считаю, я вижу другое за этим. Когда говорят, всеобщая диспансеризация, это не означает, что нас любят. Это означает, что все мы отравлены, что ни одного здорового нет. Надо учиться считать между строк. И когда сегодня они тянутся к коммунизму туда, это означает некоторым людям сегодняшняя власть хуже сталинской. Не было порядку. Ну, тогда сегодня гуляют банды, да, банды. Ну, тогда одна банда коммунистов была, хватали ночи, что ты забываешь-то? Плохо живут, пройти невозможно от машин. Машин-то сколько стоит-то? Ты посчитай, во сколько больше-то? А дома-то какие строят? Да, за счет награбленного, несчастным путем. Это я абсолютно точно знаю. Но не надо говорить, что ничего нет. За один магазин, какие продукты? За кульками не стоим. Забыли талончики, как при коммунистах было. У меня отец инвалид, без руки. Инвалид? Войны отечественные? Десять ребятишек. Налоги дерут до последнего гуся, до последнего барана. Как это? Это я все пережил. Мы лебеду колотили и ели. Ну, можно было пощадить его, хотя бы одного. Нет. Отцу дали сапоги, он пастухом был. Представитель их надел в них ходит, а потом уж разобрались, с него содрали. Ему ходить не в чем босиком ходит. Какая же это... А это все одно и то же, Бога нет. Люди забыли Бога, отсюда все. И не надо ничего больше ждать. Если мы хотим быть людьми, мы должны вспомнить, что чело направлено ум в вечность. Человек. Вот тогда мы будем люди. Человеком человек становится тогда, когда он признает над собой высшую власть Бога. На первом месте страх Божий. Да что в страхе жить? А без страха вообще ничего нет. Мы боимся упасть, боимся споткнуться, боимся через дорогу, боимся милиции, как огня. Мы везде боимся. А ты не боишься? Я не боюсь. Почему? А я с Богом. Боюсь болезней, правда? Я... Болезни боимся, смерти. У меня ничего нет. Вот мне 68 лет, я ни одной таблетки не имею, ни одного... А я весь выкручен. Меня пытали, у меня руки все выкручены. У меня на стройке работало три грыжи позвоночные. Мне сделали операцию, я хожу даже незаметно на позвонках. Это нервная система вся. Почему? Господь. Для чего меня Бог терпит? Я давно должен умереть. А ты видишь, ответ какой. Все книги в интернете, со всего мира идут известия. 38 тысяч только входов в наш сайт. Бог дал мне, и я должен отдать, поделиться. Притом, пенсия у меня сейчас за 35 лет стажа 1470 рублей. 1470, как жить? У жены стаж 40 лет. И за 40 лет у нее пенсия на десятку больше. 1480. У меня была небольшая льгота к зубному, проезд, как жертва политической репрессии. Ну, незначительная. Уголь там я получал полцены, в живущастном доме, ползунного 6. Ну, вот у меня случилось несчастье. Никитина 147 подожгли. Сгорело. С меня сняли все дотации, всю помощь, все. Я уже не получаю третий год. Ни рубля. В любой стране погорелись, ему стараются помочь. Да, мне организация там помогла, краевая администрация по 5 тысяч дали. Благодарен Богу. Но ежемесячно сняли. Где логика? Телефон у меня сгорел, высчитывают. По сегодняшний день уже три года у меня там нет, пепелища. Высчитывают за мусор, за воду высчитывают. Ну, подойдите, дом сгорел. Безумная страна. Страна, которая потеряла направление. И я думаю так, что на этом месте будут жить или китайцы, как вот сейчас Мамонов Петр сказал, надо китайский язык сыну моему изучать. Они смеяться, говорят. Или будут мусульманы, как Андрей Кураев говорит, будет не московский патриархат, а московский халифат. Почему? А так было всегда. Народ, который изжил себя. У России страшная гордость была при царе. Мы никого больше нет. Святая Русь. Она никогда не была святая ни одного дня. Я протестовываю это. Святость там, где Христос. Я хотел сказать об одном деле. Я как-то с детства писал стихи. И вот с 62-го года по 75-й год, 4-й год, у меня написано 868 стихов. А за два года, это там за 40 лет, а за два года 1025 написано было. Ну и поэтому я стихи зачитывал поэтам, Марку и Далевичу. Они страшно удивляются. А где вы темы такие берете? Я говорю, темы эти на мне, подо мной, вокруг меня. Почему? Я все рассматриваю во свете Библии. И вот у меня покрывало вот это на кровати, подарила одна душа. И вот тут нарисовано, как по лесу на оленях скачет, двое с ружьем, и их обложили волки. Я решил написать стихотворение. Вот если можно, я его прочитаю. Да, садитесь. Тут свету для меня. Без молитвы так и прет, нахально наседает словно волки. У скачущих оленей поперек от выстрелов в упор и то так мало толку. Их стаи оголтелых и голодных, им выбора иного тоже нет. Не меньше дюжины нас обложили плотно, им нужен я сегодня на обед. Безбожники, антихристы, зверье, у каждого хвосты висят поленом. Не промахнись, ружье, иначе все умрем. О, Господи, дай вырваться из плена. Храпит в истерике упряжка из оленей, копытить то и дело хруст костей. Вот их вожак в рост вылитый, как Ленин. Из леса вырваться бы на простор степей. Родимые, не спотыкайтесь с горок, любезные, на взгорке, на одном дыхании. Не отсырей же от дыхания порох. Вот опрокинулся еще один ахальник. Мне приходилось проводить беседы с различными по-злу еретиками. От этих волщих стаи на Русь ворвались беды. Не раз их Библией пришлось мне заарканить. Их лютос и сверкание злобных взглядов прошлись по мне, что вздрогнешь и во сне. Стихи на память в патронтаж плеяды сектантов заставляет костенеть. О, память! Дар! Талант незаржавевший Ты выручала лишь с постом молитвой От доморощенных сектантов до заезжих Ты поражала из своих наймитов На покрывале на моем картина Олени, волки, лес, один стрелок. Испуганный второй возница что-то крикнул Во сне от холода им закрываю лоб. Вот эта картина Видите какой из нее делается вывод Это не просто волки а мы окружены и сегодня такими же волками Книга у меня так и называется Открытым оком Это взято из книги чисел 24 глава И мое желание самое большое чтобы люди на все события на все что в их жизни было смотрели открытым оком Вот вы вчера сказали Я делаю записи людей прошлого поколения И вот вышла недавно такая книга Мне ее на день рождения Владимир Николаевич Колганов прислал Называется Барнаул Воспоминаниях старожилов 20 век Вот Книга хорошая Это первая часть только потом еще будет Но если люди не знают Бога Я делаю общий вывод Я узнал Что дальше Мои знания увеличились Да Устенко Христенко Замечательные люди Богатая биография Что дальше Применить я не могу Войны нет Стать героем социалистического труда Мне уже нельзя стать Вывод Какой из этой книги Вот Там говорит один Чайкин Там Можно научиться Что вот это репрессии были Как бы я себя вел Хотя Ну а дальше то Если выхода нет И не показывает Что за смертью То собери со всего мира Всех стариков Все запиши Это никому не нужно будет Нужно только то Что оно сегодня Ко мне Относится Вот поэтому Евреям 4.12 У меня на стене записано Слово Божие Живо и действенно Я не просто Людям даю Знание Библии Но чтобы Библия Заговорила Со мной Какое отношение То событие Имеет ко мне Вот в первом послании Коринфянам 10 глава 6.11 стих Апостол Павел Перечисляет События В древности Были какие И говорит Это Там Тысячи лет назад Были образы Для нас Достигших Последних веков Чтобы мы не были Походливы На злое Как они были Походливы Христос говорит Если не покаетесь Так же погибете Вот тогда да Если все биографии Какие вы записываете Они будут этим Заканчиваться Человек говорит Я жил неправильно Жили Воровали Блудили Воровали А вот теперь я познал Я принес покаяние Вот этот пример Может взять Любой сегодняшний хулиган Любой бандит Добрый ли человек В самом деле Если я покаюсь Я получаю рождение Свыше Меня ведет Теперь Дух Божий У меня все Что как Лев Толстой Было налево Стало направо Я совершенно другой человек Вот тогда Это имеет смысл Если мы Жизнью своей Примером Не приводим людей К ногам Христа Смысла никакого Нет ни в чем Все это временное Сиюминутное И даже скажем Может быть даже и вредное Потому что отняло время Вот я читаю газеты У меня очень много газет Я до утра вчера С утра начал Встаю я без 25 утра Около 400 страниц Только примолотил К 12 дня Ну просматриваешь На чем-то останавливаешься Божественные Страницы 4 С выпиской уже делаю И вижу Что люди не знают Бога Вот почему они так одеты Женщины в брюках Это категорически запрещает Библия Второзаконие 22.5 Перед Богом мерзость А священники толкуют Какие это традиции Русского народа Все переодеты И бабки стоят в брюках Ни один пьяница Юбку не надел И на все это ответ дается Почему? Это претензии Занять высшее положение Не просто брюки Мне так удобно Женщина красит губы А для чего? Ян Затаус говорит так Если Бог не дал красоты На полтинник ее не купишь А Ефрем Северин Четвертый век Это не я говорю Он говорит Женщина красит губы Для того чтобы Завлечь чужого самца Грубо Ничего нет грубо Это действительно так А про брюки? А? А про брюки? Ну брюки это она Старается Походить на мужчину Больше ничего В этом нет Оскорбление Божьего величия Бог дал ей нежность Посмотрите Она в юбке стоит Вот Надежда Константиновна Крупская Стоит с Володей На берегу Енисея У ней платье Прямо по этой Струится идет Ну посмотрите На старые фотографии Вот вчера пришла Алтайская правда На катке Она у меня С собой эта газета Разрешите взять Показать? Давай За 7 апреля Ну прям свежая И вот пишет Рисует Как не рисует Фотография Посмотрите Вот мужчины и женщины как Все мужчины Брюки Женщины все До водораздела голые Спрашивается Зачем? А внизу как раз Вот это Никого не пожалели Вандалы Которые Кладбище разбивают Это свежая газета Этому нельзя не верить А это плоды Которые посеяли В первую очередь Атеисты и коммунисты Это понятно Вот я думаю Стараюсь Обстановку понять Как бы я один из них Допустим Я желаю счастья народу Я как Рахметов Сплю на гвоздях Я как раз таким и был Я себя и резал И терзал Я с 5 лет У меня 3 ружья было Ножи металлы Учился нырять И я готовился к этому Дальше то что? Кровь порождает кровь Волк родит только волка А Господь говорит Любите врагов ваших Нет Почему это не сказал никто? Это мне надо было С рождения заложить Мне никто этого не сказал И теперь Когда я уверовал Вот так все пошло у меня Я теперь думаю Господи Как мне старые таланты Обратить на новое поприще И Господь показал Путь страдания Тюрьмы Мое сердце Ни на одного человека Не ожесточилось К сектантам Мы подходим Иночи Чем вот Учат православные Мы говорим Мы виноваты Что вы появились Вы бы не появились Если бы Православие Вполне удовлетворяло бы Запросы по Евангелию Но секта Это секта Она не церковь Христос Придет за церковью Я все это должен Во свете Библии смотреть Любое событие Вот сегодняшнее Какое Случается Я смотрю А как бы я вот поступил Что Вот слышу Ну допустим Пример За 11 дней до смерти Баварин Встречается со мной При выходе Из городской администрации С ним какой-то мужчина Интеллигентный Он Обнял меня Он очень Доброжелательный Ко мне был Ну и тому Говорит Ты знаешь кто это Он говорит нет Ну я вижу это приезжие Да это же Лапкин Но это ему ничего не говорит Да он же сделал Что коммунисты не сделали Он же коммуну образовал Ну А там имя Увернув про деревню Он нам дорог был Своим расположением И когда случилась Эта трагедия У меня одна мысль Где его душа Телу такая почность Как президенту отдается Где его душа Я сразу стал звонить Вышел на Ольгу Шевчук Домой позвонил Главный редактор Артайская правда Я говорю Вы не знаете Он крещеный или нет Крещеный А потом Я увидел с ним Он крестит ребенка Какого-то в храме стоит Ну бывший партор Какая там у него вера была Говорят они не судят Но он не был Ни членом нашей общины Еще Я стал молиться Сразу же Господи Если можно Облегчи его участь Прости что я молюсь за него Может молитвой я согрешаю Но он так много для нас сделал Он Добро делал Я не буду говорить про других А вот он там У него нефти какие-то Заправки начинает Он там вор Слова-то пошли Меня это не касается Я знаю другого Того я не знаю О ком вы говорите Может так и есть Как вы говорите А у Бога Это счет идет По-другому Он сделал нам Верующим добро И мы всегда молимся И мы всегда молимся О нем Вот как я теперь смотрю А по-библейски то Другого выхода у меня и нет Я о ком бы еще не услышал Я сразу А знал он Бога Или не знал А если он не знал Да теперь он умер А теперь он в аду горит Да что ему польза Потопил У Бога Настолько все Интересно И притом Есть такая Мистическая Фамилия В мире Я никогда раньше не знал Горячев Он вместил себя В том порядке В котором будут идти Правители Ну интересное конечно Брежнев Бачев Б Занимая идет Андропов Черненко Ельцин Это нарочно Или нет Совместилось Все в нем В одной фамилии Видимо Все таки Проведению Надо было Такого человека найти Чтобы речистый был Понимал Вроде Улучшить лицо Коммунизма Там социализм Он показал лицо И все увидели Отвратный призрак смерти И сразу все развалилось Сегодня спрашивают Как коммунисты То не могли ничего сделать Солженицын И гласность Вот два слова Архипелаг Гулаг И гласность Показать что они делали И заговорить об этом И все Призрак исчез Ничего нету нигде А ты начни сегодня Сам каяться А у коммуниста Спрашивают Можно было бы Сохранить это все Можно Очень даже можно было Сразу принести покаяние Ложный путь Встать на колени И принести Покаяние Больше не было выхода И тогда бы границу Сохранились И республики Выхода никакого не было Выход Христос говорит Покайтесь и веруйте В Евангелие Я в это верю И я благодарен Богу Что 27 сентября 62 года Мне в руки попала Евангелие Я каждому желаю это Молодому Старому Любому Вот мы сейчас Ведем занятия В университете Это технический университет Бывший политехинститут Фото переговорного пункта Вторник Пятница С 18 часов 410-й аудит Ты говоришь 16-й год К нам вход свободный Какие такие люди Не приходят Тут у нас Целая группа Глухонемых Вплоть до бомжа И такие таланты Открываются Поразительно Вот он сам глухонемой А она Студентка 4-го курса Сейчас 4-й ребенок Уже Жизнь человека Ведь зависит от того Какая у него цель Цель не та Чтобы взять Вот ради денег Денег Христос говорит Блажение давать Нежели брать Вот возьмите Как я могу Издать книгу Когда на издании Одной книги Меньше 150 тысяч Нельзя даже разговаривать Ну это понятно Кто издает Ей цена продажная Продается Когда 430 рубля А я ее продаю За 150 рублей Где деньги Я тебе расскажу Мистика настоящая У нас одна сестра Надежда Павловна Егоренко Болеет рак Глубоко верующая Она была комендантом Эконома У меня над этой территорией Я говорю Как ты умрешь Ты сразу найди Николу Чудотворца Там Богу поклонишься Божьей Матери И попроси Что он мне денег дал Потому что он помогает Деньгами Ну его история Говорит Сороковой день Мы молимся Я пришел уже Дня за два до смерти Я говорю Ты не забыл Она только Помню Помню И вот она умерла Вся община молится Я всех предупредил И все знали Ну молятся Денег то нет А я издавал Первую книгу стихов Ну книга то еще Небольшая Но денег то нету Сороковой день Дверь открывается Заходит человек Маленький чемоданчик В руке Достает Дает деньги Одно условие Чтобы никто не знал Кто я Понимаете Я издаю первую книгу Дальше стал сразу Вопрос о второй Я пытаюсь Создать симфонию Я 14 лет на ней проработал Симфония лучшая в мире У меня издан новый завет С толкованием Весь новый завет Впервые с откровением За 2000 лет Это впервые выходит Ни восточной Ни западной церкви Это не было Доходит до откровения Останавливается С комментариями Моих 297 комментариев Больше 104 Гравюры Гюстава Даре Это все Отходят Вот трехтомник Нового завета И дальше Мне задают вопросы А я плохо слышу У меня повреждение Перепонок Было физическое Вот И задают вопросы Всегда в письменном виде Я вел занятия Долго в Академгородке В Новосибирском По радио Вопросы Больше 30 вопросов После каждого выступления В Москве вел занятия В других городах И у меня накопилось 3500 вопросов Я их не выбрасывал Бумажки-то А потом как-то посмотрел Люди повторяют Некоторые вопросы А если бы и сдать И таким образом Я решил издать Одну книгу Открытым оком Но я не священник В храмах православных Священники проповедуют Больше никто Редко когда диакон А я никто Мирянин Ну рядовой солдат Тогда епископ Меня рукоположил В штеца Это Ефрея И я сейчас проповедую И в каждой книге Мои проповеди Которые я сказал За 5 лет 752 проповеди 752 В каждой книге Вот в этой Около 3000 Текстов Взятых из Библии И вдруг я Издаю первую книгу Открытым оком Откуда деньги придут Как Вот как-то Бог И вдруг 18 книга Выходит Вышла уже И у меня 19 на выходе А у меня денег Вообще нет Где вы берете Это все задают Даже денежные люди Ну понятно Что То что учитывая Что спонсоры Помогают мне И какие спонсоры Такие как Пургин Юрий Петрович Низкий поклон ему Он фотовыводы Помогает делать Ну другое Там эти Программисты работают Я сам набор делаю Сам верстку Вот здесь у меня 16 фотографий моих Как А я никто Бог это делает Эти книги Они как учебники Делаются Они еще не выйдут Уже сейчас звонят С других республик Когда следующая книга выйдет Я скажу Что эти книги Переживут меня И переживут всех Писателей Какие у нас на Алтае Почему Ну написал ты хорошо Ну и стихотворение Ну спроси сейчас Любого поэта Скажи А где на твоей стихи Заказ в интернете Ну кто будет искать Почему Они хорошие Это твое видение Я даю видение Божие Как Бог смотрит на нас Под какой Под каким углом И не просто А как выйти из этого Страшного положения Что для этого нужно сделать Отвергнуться самого себя Жить не для себя Для Бога А возможно ли это Я думаю возможно Вот у меня лагерь 34 года детский За 34 года Мне государство Ни рубля не помогло Ни обслуга Ни я не получаем Ни рубля И мы все сытые Все есть Позапрошлым году Мы накопали Такой картошки 1400 ведер Приехали сюда Сдали Девчонки купили себе И платьишки И все Мы живем Интересно Как птички небесные Но у нас все есть Вот возьмите Ректор Я там был Тогда еще До Кирюшина Там Неверов был Здесь Этот Ивстегнеев Проректор Семкин Ну с кем Не столкнусь Вот как будто бы Это люди Нашего круга близкие Даже Выразить невозможно Но насколько Добрые люди Вот приехал Ко мне Здесь Директор Красного Магазина Исаев Был Вот Пальталер Это Ликероводочный И они Выслушивают Слова Которые Я говорю Обличительные Что Плохо Что эту Водку Ты выпускаешь Тебя Бог Как бы спросит За это А он мне Говорит Я говорю Казну Баварину Наполняю Я говорю Ты ад Наполняешь Пьяницами Водой Надо Я говорю Торговать А его поставили Начальником Водоканала Я приеду Смеется Говорит Вот это Ты мне Напорочествовал Он сейчас Виценар В Горном Алтае И каких Добрых Людей Господь Как свечки Держит на земле Я говорю Вы ищите Бога Не успеешь Обернуться Как жизнь Закончилась Игнатий Тихонович У меня к вам вопрос Вот как вы смотрите На то Что в церкви Люди Ставят свечи И они Не догорая Подходит Эта монашка Или кто там Сдувает Собирает И из них Снова делает Это же грех Воровство Воровство Во-первых Переплавляет А дальше Которые свечи Покупают люди А они Не ставятся все Снова полными корзинами Снова отправляют Опять перепродают И так Несколько раз Они гуляют Почему В первую очередь Торговля в храме запрещена Первый грех Его не должно быть У нас торговли нет У нас ни рубля тут нет Во-вторых Свечи Если они должны быть То есть и без них Можно молиться Они должны быть Чисто восковые Как Серафим Саровский Говорит А у них там Грамма воску нет А у нас Воск на пасеке покупаем Бабушки льют Бесплатно И у нас свечи Никто не ставит Батюшка сам ставит Сколько надо Поставит И она у нас В уставе написана Пока не догорит Помигает И погаснет Мы это все Знали Видели Я пытался Говорил священникам Ничего нельзя сделать Они воры Господь говорит Вы Попы Питаетесь грехами Народа моего Вот У них пьяница Это никакого значения У нас он выпил человек Полгода стоит здесь Бороду маленько попортил У нас бритых Никого нету Пока борода не отросла Он стоит соглашенными Мы раньше не знали Как это все выполнить Наша-то беда в чем Что сейчас русская зарубежная церковь Соединилась с московской патриархией И вот ровно через месяц 17 мая Уже окончательное богослужение будет Что они с нами будут делать Мы все провели собрание Категорически против объединения Мы не желаем с разбойниками соединяться Объединяться надо по Евангелию Они не покарились Не в сергианстве То что у власти на побегушках Не в экуменизме Когда все религии в одном котле мешают Но мы сказали Если там в Сан-Франциско Примут решение на объединение Мы покоримся И будем считать Вхождение в патриархию Как вавилонский плен Но не напрямую На Максима мы не пойдем никогда А чтобы наш епископ оставался Как он в синоде Через свой синод на патриарха А молиться за патриарха Мы всегда молимся Мы молились и молимся Самое главное Мы никогда не отрицали Благодати московской патриархии Они лгут И когда меня спрашивают Что такое патриархия московская Я отвечаю Одним словом надо Ложь А двумя Всегдашняя ложь А тремя Тотальная всегдашняя ложь У них ложь везде На каждом шагу Вот одна Иннокеня у них Ольга Она Александра В этом Свято-Андреевском храме Работала Милославская Продавала Торговала Ну разные Атрибутику А потом Максиму Он ни разу Не ответил Кому бы она Не писала Патриарху А она К нам Сблизилась Они отвечают Вот мне прокуратура Отмечает Везде отвечают А эти никогда Не отвечают Мне кажется Никого и нету Муляж какой-то У них один И тогда Она подала В суд Когда подала В суд Жемоедова Нина Вела Ее Процесс От железнодорожного района Нет Ну да Железнодорожный Кажется Так Или центральный 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 Вот И что От них Один священник Там Отец Георгий Вот Титов Он у них Как юрист И он Выходит на суде И говорит Суд уже идет А она Там не работала Я вышел Так что же вы говорите Это же ложь А что нам делать Если она подала В суд Да как же ты можешь Так говорить Вам надо заплатить Извиниться Вы ее мурыжили Ну она выиграла Процесс Но заплатили мало Она снова подала Второй процесс выиграла Ну теперь уже все Решение Они заплатили Все И как есть Они просто подлые Вот на меня Что бы они Мне говорят Ни одного Говорят Совещания нет Чтобы епископ Мною не начал И мною не кончил Вот на днях Приезжает наш архиерей И втихий И говорит Ему поступила жалоба От нашего епископа Будто бы я Стоял на паперте Покровского собора Раздавал какие-то материалы На епископа Да зачем ты мне нужен Я бы ходил Тобой занимался Ложь Я там и не был Во-первых Даже не стоял Не разговаривал То есть Ни одного слова нет Дальше Я 15 лет Уже 16-й год Еще веду В АГТУ Я мешаю там Нет У меня там с ними Договор Вообще Я их не трогаю Занятия по Новому Завету Епископ Пишет бумагу Максим Посылает Гончарова Сергея Секретаря Он приносит бумагу И В приемный Секретарю Истегнеева Отдает О том Чтобы Лапкину Не помогать Отказали В помещении Проректор Берет эту бумагу Семкин Борис Васильевич Приносит нам На занятия Говорит Неприятное известие Вот такое дело А на каком основании Ну мы Говорит Никак Я Говорю Звоню сразу Истегнееву Его нет Он в командировке Он приезжает Я сразу На прием А он всегда Выйдет Он не просто выйдет Там У него Совещание Профессорское Он увидел меня В дверях Он вот так руки Скинул Обнял И поцеловал Понимаете Какие отношения Я говорю Владимир Васильевич Тут бумага У вас какая-то есть Что на нас Чтобы от Максима Чтобы отказали Он такое испуганное Лицо сделал Да вы что Я еще в бумагах Не рылся Ну Да чего же ради Это Да если им надо Я им две аудитории Да пожалуйста Кому вы мешаете Им главное Чтобы нигде Голос не звучал Голос совести Вот А у меня близкие отношения С секретарем Мария Васильевна Я говорю Мария Васильевна Вы посмотрите бумагу Мне копию с нее надо Нигде бумаги нет Я говорю Где Она говорит Я подозреваю Что она ее порвал И выбросил Я говорю Сделайте запрос Она им делает запрос Дайте повторно Но в это время Алтайская правда Напечатала статью Про меня Что у меня вышло 23 книги Конечно они ее получили И они уже на это не пошли Все Не удался Все Такую подлянку Мне сделать Скажи Я тебе как мешаю Вы где-то ведете Занятия в институте Почему я за вами Не гоняюсь А когда тогда еще Мы К зарубежной стерке Не принадлежали А они за мной Как гонялись Алтайская правда Пишет Кто же такой Игнатий Лапкин И там подпись людей Я этих людей Нашел И говорю Как ты мог писать А меня говорит Войтович Николай Вызвал Сказал Подпишись Вот оно как делается Поэтому идти к ним Это означает Потеряки не будет Общины не будет Они все сразу разрушат Лагеря не будет Ничего не будет Они священника Сразу перекидывают С места на место Мы за них молимся И мы их не боимся Нам страшно за них Народ это видит И все время Говорят Ну почему он напал На Капранова Тут закрыл Эту Ворсину Главного редактора Выгнал Я говорю Мне по другому Не могут Это их природа Мне звонят Из КГБ И говорят А ваши Игнатих Значит отношения Вот как с Антонием Было Как вы считаете Я говорю Сравнений никакого нет Антонием Два раза на меня наехал И два раза Дал опровержение В газете Он мне был дома Жена напекла Она у меня Прекрасная хозяйка Пироги Мы обедали Этого На прием Невозможно попасть У меня книга вышла С его благословением Максима Он меня даже На прием не принял Хотя первый раз Вышел Это вы Игнатий есть Я вас только в Тобольске Слышал И прочее Поэтому Видите какая ситуация У нас очень тревожная Ситуация сегодня Мы молимся Но не знаем С чем кончится Поэтому у нас выхода Никакого нет Но только одно Работать Как говорится Плодиться И размножаться Так Игнатий Тихонович Вам последний вопрос Ой Последнее предложение Скажите пожалуйста Будущему Вот что бы вы хотели Посоветовать Будущему Как жить дальше И как они должны Вот это Мартин Лютер Сказал однажды В мире есть одна книга Библия И есть одна личность Христос Евангелие От Иоанна 15.5 Христос сказал Без меня не можете Делать ничего Должна быть поставлена Цель Эту цель Бог дал Мы в этой жизни За коротенькую жизнь Должны найти Бога Примириться с Ним И жить в Божьих заповедях Заповеди Божьи Не тяжкие Они все заключаются В двух заповедях Хотя их много Первое Возлюби Бога Всем умом Всем сердцем Всей крепостью Всей душой А того подобное Ближнего люби Как самого себя Вот Ближнему Ты не хочешь этого Этого не делай Бабки закармливаются А их внучат Это очень вредно Надо рано поднимать Как у меня в лагере Чтобы они с хлебом Там с конфетами С печеньем Не бегали Садились с молитвой Без благословения Ни один взрослый К двери не подходил Ты утром встал Подойди перекрестись И скажи Отрекаюсь Сатаны И всех дел его Благослови Господи Вот и все Вот у меня сколько было Несчастья в жизни Ну я малую часть перечисляю Не выскажешь Я очень невоздержанный В этих вопросах Когда вижу дерутся Я прямо в толпу Врывался И их растаскивал С ножами И меня Бог сохранил Я не имею ни одного пореза Меня на очередь останавливали бандиты Нашелся один Которого я когда-то спасал Спасал Они грабили вагон А я Ну Задержал с табаками Обратно заставил Скинуть Закинуть туда А утром милиция искала Я их не сказал кто А знали что я знаю Но с тех я взял слово Что они отсюда уедут Они уехали А потом подходили И благодарили То есть Я это делаю Только ради Господа И Знаю что это самое лучшее Жить со Христом Я каждому этого и желаю Чтобы люди Имели в руках Библию Читали Знали православную веру Я не такой Сильный патриот Как думают некоторые Я люблю Бога Я патриот неба А на земле Я не знаю какой строй Нужна ли моя страна вообще Нужен ли на земле Русский народ Я не знаю И вопрос что решает Демографически Там как говорят Проблема Слово проблема Я терпеть не могу Я скажу Это не наша задача Наша задача В жизни своей Быть живым Евангелием Жить для Христа Жить в Боге И когда говорят Ваши лютые враги Это коммунисты Понятия не имею Они мне никогда Не были врагами Я всегда их жалел Жалел что они Бога не знают На их совести Страшные преступления Вот сейчас они бьются Да пусть они ставят И лбом колотятся Гроб понесут Гробом Стукнут от памятника А потом хоронят Это их святыня Ну и пусть они ей тешатся Я за ту свободу Которую Бог дал Каждому Это свобода Чтобы не послужила К злу И поэтому у меня Другого желания Нету людям Что пьяницы Не может быть верующим Я для Христа живу Вот это тело наше Называется храмом А как я храм разрушу Когда душе будет негде жить Это как просто все Это все на наших глазах И при том Я не могу за глаза Вот вы сейчас ушли А я сейчас А он такой-то Я его знаю У нас это не принято Написано Не седайте друг на друга Вот судья стоит в двери Я говорю плохо А Христос рядом слышит Я не могу Как вот Сидит шофер Девушка прошла А она работница нашей конторы А шофер-то неплохой И он с другим Говорит о ней Ну как о женщинах Говорят что-то такое Я промолчал Но когда он вылез из машины Я говорю Скажи Тебе девушка Это что-нибудь плохое сделала Да нет И ты ее может быть Даже уважаешь Ну она подруга моей жены У тебя с ней ничего не было Да ты что Я верный женя А зачем же ты про нее так говорил Я его устыдил этим А представь что О твоей жене сегодня Так будут говорить Ты ей в глаза Сейчас пойди и скажи Если ты знаешь Понимаешь как Верующему в то же время трудно Верующий человек Он как бы Не совсем по разуму живет По разуму Я должен высчитывать себя Чтобы меня не притесняли У меня дверь открыли А я о последствиях не думаю Последствия Бог берет на себя Подходит ко мне Вот на последней работе Я был Секретарь говорит Невозможно Начальник Мироненко Иван Пантелеевич Матершинник страшный Он сейчас В этом Где-то работает Алтай Стат управления Сторожем Матюгается Невозможно Поставьте вторую дверь А я плотник был Я прихожу к нему Начинаю там дверь А что такое Я говорю Попросили вторую дверь сделать Чтобы материтесь По телефону С другими А с районами Как он вскипел Я говорю Такой стиль Руководство партии Осуждает И вы или извиняетесь Я пошел Я говорю А почему вы молчите За зам Он говорит Я машину ремонтирую Он меня сразу выгонит Из гаража Я пошел К этим К завскладам Я говорю А вы то еще молчите Так он премиальных лишит Я их обошел Бухгалтер Да вы что Он сразу выгонит Я вижу Все уязвимы Один я не уязвим Я пошел В управление Парторга нашел И так и так Ситуация ненормальная Надо бы нам встретиться С нашим начальником Поговорить А что Я говорю Сквернословие Ты при женщине Да вы что После обеда Начальник парторг Приехал Вызывает меня А он тихенький Такой сидит И говорит Если у вас что то есть На сердце Выезжайте в сад И там матерились Я говорю Так там У него на дереве Вырастет то Какие он члены Поминает Я думал Начальник Он меня сожрет Ничего подобного А у него Он заходит А я к нему смотрю У него обувь развалилась А я обувь починял Я другую обувь вытащил И говорю Ван Пателеич Пока наденьте валенки Когда он сидел А это я починю Я ему днем починил А вечером ему приставил Даром конечно И мы отношения не нарушили Но он материться Перестал При людях При этих Вот и все Меня поставили Старшим в охране По пожарной безопасности А он идет По базе и курит Я сразу догнал его И говорю Ван Пателеич Ну это смотрят же люди Так как Вы что мне указываете А зам стоит Говорит нет Он говорит прав А иначе как же будет И он больше не стал курить Понимаете Мы все время Подвергаемся опасности Мне бы надо Затихнуть Потому что мне дали Мне человек помог С книгами А я вижу он курит Да я же тебе помог Вот сейчас один президент 100 тысяч мне послал Там компания московская Я ей сдал 14 тонн сразу 100 тысяч Для меня это Помощь какая А другой помогает здесь Я вижу он идет Не так там Ну там бывает С женой что-то Я помолился Я говорю Я иду к человеку Очень опасно Я могу потерять его Помолитесь Я прихожу Так он не только Не обиделся Он поцеловал меня Вот и все На меня пальтарин Мог бы знаешь Как раз обидеться А он мне каждый год Помогал Это Бог делает А если я был неверующий Во-первых Я бы промолчал А во-вторых Сказал бы Сказал бы Ты заткнись Ты такой же А он этого сказать не может Все знают Что моя вера настоящая Мой отец Он выпить любил Он такой был Чуть-чуть верующий И он как-то выпил Говорит Если уж верить Верьте как мой сын Идти надо без остатка Я думаю Что я прошел жизнь Вот 44 года Уже без комп... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok